Всем здарова, танкисты и хантеры, снова с вами, не тема сегодняшнего нашего видео будет страна восходящего солнца, это будет самый, наверное, вообще любимый танк в этой игре мой, и стбшка первая, значит, пятый ранг, боевой рейтинг 7.7, на мой взгляд, даже боевой рейтинг этой машины немножечко так разраблен, специально подзанижен, потому что в топовой комплектухе эта машина скорее 8.0 или 8.3, что-то около того, но вы можете написать, в принципе, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Я сразу хочу отметить, что мне очень нравится именно тот Берн, на котором он находится, и судя по статистике сайта Thunderskill, это вторая по результативности машины после легендарной 54-ки. Ну, я думаю, тут ни для кого ничего удивительного нет, на самом деле, потому что танк Т-54 в своем использовании максимально простой, как бабушкин утюг, он сам за вас едет, сам за вас стреляет, ланшотит танки из каморника с пробитием 240, как правило, ну и, соответственно, прощает вам невероятное количество ошибок за счет своей хорошей брони. Ничем таким похвастаться стбшка, к сожалению, не может, но это не делает танк плохим, вовсе нет, танк действительно хороший. Здесь, конечно, в стоке стоит, ребята, отметить то, что, ну, прокачать придется очередную, так сказать, японскую кастрюлю и прожевать очередной японский кактус, потому что в стоке мне танк совершенно не понравился, он раскрывает себя только когда вы прокачаете топовый кумуль, когда вы прокачаете двигатели, трансмиссии, там, дымовые завесы и так далее и тому подобное, и уже тогда вы сможете нормально только играть. Но к этому вернемся немножечко позже. Значит, выживаемость этого танка, она, честно говоря, очень сильно под вопросом. Если сравнить даже, ну, вот, допустим, я делал недавно обзор на канале на французский багет МХ-30, и, поверьте, даже МХ-30 в плане выживаемости, это просто, можно сказать, невероятно живучая машина по сравнению с СТБ-1. Он может нормально танковать и под калиберы с отделяющимся поддоном, прекрасно живет кумулятивные боеприпасы, и к экипажу, как правило, не особо сильно плохо, потому что там в лобовой проекции баки и в бортовой, и все они так по-чичерски как-то танчат, под калиберы частенько от него вообще просто отскакивают. Ну, здесь, конечно, тоже бывают какие-то мифические такие, знаете, непробитки, рикошеты, но это скорее исключение из правил, потому что, как правило, если вам что-то прилетело, то вы отправились в Вальгалу. А если вы даже туда не отлетели, то, как правило, все отъехало в башне, это чревато тем, что у вас отъехал, ну, наводчик заряжающий. Наводчик это не самая главная деталь автомобиля, а вот заряжающая, поверьте, самая. КД у этого танка 8,8 секунд, это при условии, что с хорошей экипажа еще эксперты как бы стоят. Если у вас отъехал заряжающий, машина практически небоеспособна. Если вы играете еще и в стоке, у вас стоковый подкалибер боеприпас с 303 мм пробития, ну, то есть там подкалибер с отделяющимся поддоном, он просто не дамажит. К слову, я, допустим, сейчас прокачиваю британцев, то есть я играю на таких машинах, как КР-Нарлон, ФВХ 4202 и Центурионы, там КДшка 6,6-6,7 секунды, как правило, и даже это как бы не всегда позволяет на нем результативно и эффективно играть, потому что за броневое просто отсутствует. Вот и вы будете играть на таком подкалибере, пробития, конечно, у вас будет немножко повыше, 303 мм, но тем не менее КД очень долгое, и вам приходится просто иногда вычленять просто по одному члену экипажа из танков, особенно там советских каких-нибудь, американских, и это все растягивается на очень-очень долго. Конечно, там, типа, быстренько прокачивается хэш-фугас, но, если честно, ребята, я, наверное, порекомендовать вам, не могу с ним качаться, качаетесь, так сказать, на свой страх и риск, если будете прокачивать эту машину, потому что это крайне рандомная, крайне рандомная штука просто. Вы можете выйти на дедаку, он 54-го, и жахнуть ему просто в лицо, и он отъедет вальгау с одного выстрела, а следующая 54-ка выходит, вы стреляете ему в то же самое место и просто не наносите никакого заброневого эффекта. Как-то так. Поэтому лучше, собственно, плохо, но стабильно, чем рандомно и вообще непонятно как. Ну, по крайней мере, мое мнение. Ситуация очень сильно исправляет в плане прокачки наличие стабилизатора. Это самая главная, отличительная особенность данного танка, это то, что делает его по мягкой мере, ну, почти что имбой, наверное. Стабилизатор это очень здорово, как только вы получаете хорошие кумулятивные выберуты, то есть прокачиваете машину полностью в топ, то вы получаете очень грозного просто противника в виде СТБ-1. Эта машина просто реально ездит, раздает свертухи, причем большинство танков он, ну, не то чтобы ваншотит, но наносит просто огромные, так сказать, криты, что достаточно приятно. Ну, и, соответственно, делает просто противников непригодными уже для БО, так сказать, действия. Сюда же, ребята, стоит добавить то, что, ну, машина, в принципе, есть достаточно неплохой такой зенитный пулемет, ну, это, конечно, не двадцатки французские, понятное дело, но, тем не менее, в плане прокачки, например, вы ассисты всякие там и даже сбитие всяких упарантов делать можете, то сбитие самолетов и ассисты в том числе дают достаточно большое количество лампочек, что, опять же, упрощает, собственно, прокачку. Кумуля вот этот невращающийся, хоть, как я сказал, КДшка у вас долгая, но он приятно дамажит. Скорость полета снаряда 1100 метров в секунду, то есть приятная баллистика, высокая скорость полета достаточно, здесь 400 миллиметров пробития, что позволяет стрелять практически всем танкам, ну, грубо говоря, в текстуру, но исключение составляет какие-нибудь там, не знаю, ДД-7, ДД-4, по сути, все остальное, ну, Маус, может быть. Эти танки в рандоме, в принципе, сейчас встречаются достаточно редко, кстати, вы видели замечательный кумулятивный рикошет от какого-то сарая, который, не знаю, там, брони там 10 миллиметров, наверное, от силы, но только в War Thunder, мне кажется, такое возможно. Что еще хорошо, то, что машина 750 л.с., силовая установка, что очень приятно, то есть хорошая подвижность, максималка у танка 52 км в час, в принципе, в большинстве случаев он сгоняет их достаточно уверенно, и, значит, хорошая маневренность, в принципе, очень быстро вращается башня, ну, она еще такая немножко рикошетная форма, хотя, ну, как я сказал, рассчитывать в плане выживаемости на это не стоит. Ну, иногда бывают, конечно, гиды-каморники какие-нибудь отлетают, там, 54-ки, но, как правило, если залетают там какие-то кумулятивы, там, неважно даже какие, то, как я сказал, танк, в принципе, не живет. Значит, по углам вертикальной наводки здесь все очень неоднозначно, то есть у вас минус 6 до плюс 8, то есть любой склон, на котором вы стоите, у вас уже просто не поднимается пушка на противника, и, соответственно, из-за некоторых холмов тоже играть у вас не получается, но ситуацию, ребят, исправляет вторая отличительная, уникальная способность этого танка, это управляемая гидропневматическая подвеска. Чтобы ее воспользоваться, вам нужно строить ее, соответственно, в настройках, прощу прощения за тавтологию, и, так сказать, ну, хотя бы два положения вам нужно, то есть выровнять танк полностью и, соответственно, кренить его полностью вперед, для того, чтобы из каких-то холмов получить примерно преимущество, ну, где-то в минус 12 уэнов, ну, примерно, там плюс-минус, точно, как бы, сказать, я цифру не могу, сколько там, ну, по ощущениям, где-то минус 12 точно получается, что, естественно, очень приятно. То, что омрачает очень сильно игру на этих танках, вообще на СТБ первым, да еще вообще в целом на японцах, это первое, это у вас просто отсутствует сетап, вам нечего поставить к СТБшке, ну, напрочь, точно, как же, в принципе, как и на 10-0, к ТП-90, ну, что вы можете взять, ну, Тайп-60 первый, ну, если честно, машина такая себе, мне, например, не зашла на любителя, у нее такая плохая стабилизация, что, собственно, после, допустим, остановки на полном ходу, у нее чуть башню просто пушка не отрывает, любой абсолютно противник гораздо быстрее наводится, чем вы, кроме того, вы берете его еще в БР-7-7, который может попасть на 8-7. Волкер Бульдог, ну, тоже машина крайне сомнительная в плане подбора его под 7-7 БР, ну, есть ПТ-шка, в принципе, Хари, кому-то она, может быть, зайдет, но я ПТ-шки, например, не особо уважаю. Ну, тоже, кстати, в принципе, касается и, наверное, штурмовки. Штурмовка за Японию дело крайне неблагодарное, кроме, наверное, Шивенкая здесь брать, наверное, особо ничего не стоит. Ну, и самое главное, что вообще омрачает ситуацию с японцами, это, конечно, немецкие команды, с которыми вы играете в Союзе просто по КД. Там, вы знаете, все на немцах играют каждый, там, когда буквально второй, это Виттман, соответственно, он либо один упорится, просто куда-нибудь сразу сольется, либо все команды тупо стоят на респе и ждут, пока советские танки приедут, и, собственно, всех вас заберут, как-то так. По сути, больше проблем у этого танка, по сути, нету, как я сказал, машина на самом деле замечательная, мне очень понравился танк, играть на нем очень комфортно, очень приятно, порекомендовать его, мог бы он, наверное, практически всем, особенно, кто хочет получить какую-то действительно уникальную машину, она за счет стабилизатора и вот эта географическая подвеска действительно имеет уникальный геймплей. Пишите, как вам, собственно, СТБшка первая, что вы думаете, японцы. С вами был Хантрес, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok